добрый день значит сейчас подошло самое время приделать прививки прошлый ролик у меня был с низким качеством звука все жаловались просили переснять поэтому я сегодня пересниму ролик прививка секретом с новыми микрофонами чтобы звук был хороший значит смотрите почки начали открываться это значит самое время приювек сок пошел кора должна отделяться значит что важно важно чтобы то на что мы прибиваем было живое росло очеренки привой достаем из холодильника либо из подвала он должен быть спящий из холода храним срезаем зимой храним в холоде это один из показателей успеха значит сегодня буду прививать под кору это у нас черенок черешни я буду прививать на вишню значит черешня если привита вишни вишня хорошо завязывается потому что черешня поляет вишню ну и к тому же черешня как бы вкуснее всегда хорошо иметь вот тут есть прошлогодняя прививка с той стороны обойди покажи здесь помечено зеленой изоленточкой вот я прошлом году прививал вот хороший прирост пошел за год тоже методом под кору сейчас и и конце я расскажу чем же секрет почему черешня хорошо прививается на вишню хотя на самом деле так быть не должно так еще значит по поводу инструмента раньше я пользовался вот таким канцелярским ножом здесь плюс большой что очень узкая тонкая лезвие поэтому хорошо делать резы и очень тонко получается срезать и он острый но и тут же большой минус потому что он сделан с черной стали и ржавеет поэтому быстро теряет остроту и ржавчина то есть что очень плохо для прививки поэтому сейчас я пользуюсь обломком скальпеля медицинского это нержавейка поэтому никакого вреда черенкам не наносит ну это же заточил его остро и тоненько значит берем обеззараживаем инструмент хирургический спиртом этанол чтобы никакую заразу не внести так немножко поторопился но неважно вот будем на это сучок прививать отступаем ну здесь сантиметра 8 10 делаем аккуратный вес где наш цемент важно сделать все быстро чтобы ничего не окислялось не успел окислиться значит важно чтобы черенок последствий не обламывался прививать если он один то сверху если два то с боков но ни коем случае не снизу иначе он потом собственно тяже все отломается делаем разрез и поднимаем кору немножко она принципе суп суп пошел на легко подымается теперь срезаем черенка две почки делаем срез над почкой и сейчас нам нужно сделать косой срез ровный на всю длину так что-то мне не нравится черенок какой-то темноватый возьмем кончик возьмем поближе к середине что кончик может быть посохший точно так же делаем над почкой срез о здесь светлее две почки делаем косой срез хорошо когда за одно движение делается но можно и за несколько все снимаем кору можно только сбоку можно целиком вот это зелененькие таками это то что будет живые клетки то что будет расти и с расстаться с лишней его важно оставить все теперь черенок подсовываем под кору до упора вот что у нас получилось специальной ленты у меня нету поэтому я заматаю изолентой но мотаю обратной стороной не липким липким слоем наверх потому что мне кажется липкий слой вредит прививке надо плотно замотать здесь потом закрасим краской или варом замажем все переворачиваем и теперь уже нормально мотаем так готова поджди секунду принесу краску на был выключками ну вот я взял краску кстати очень удобно пользоваться такие баночки с тоненьким носиком заливаешь туда краски вар я не люблю потому что он потом остается липкий и об него вымазываешься если залазишь на дерево обслуживаешь деревья это него вечно вымазываешься поэтому хотя конечно большие срезы было было бы удобнее варом замазать так все готово ну вот эта прививка называется под кору ну а теперь секрет обещанный секрет значит чем секрет значит этот черенок пока не сросся очень страдает от солнца если теплая погода то он просто высохнет и не успеет прижиться но некоторые садоводы просто притеняют колпачком из бумаги значит я думаю что мой способ немножко лучше значит мы делаем что-то типа ковшика вот я заранее приготовил бутылку обрезал вот так я сейчас примотаю изолентой секрет том что надо заранее запасить влажным хом и укутать черенок влажным хом тогда во влаге он не высохнет и у него будет больше времени чтобы прижиться вот так просто ложим мох укрываем сверху мхом и привязываем изолентой вот такой секрет мох очень хорошо держит лаву и дождик его может полить увлажнить мыс и сам могу пройтись когда проверить прививку увлажнить все фиксируем к ветке изолентой изолента незаменимая вещь все важный мог наш черенок там будет спокойно прорастать ну если почка начнет как только почка найти пойдет рост вот мы немножко разгребем чтобы она свободно росла а весь черенок остается укутанный мхом зеленым мокрым все вот такой секрет пользуйтесь прививки намного лучше приживаемость с таким способом даже вид даже черешни на вишню ну например для груши такое можно делать груши так хорошо приживается сейчас я вам покажу прошлогоднюю или способ прошлогоднюю прививки таким же способом как они растут пойдем покажу включай ну вот смотрите прививка которая раньше делал вот похожий сучок только привита с двух сторон вот сучок один привитый то же самое с двух сторон это на вишню привита черешня в чем плюс когда прививается черешня на вишню ну я же говорил хорошо вишня пыляется во вторых если привить просто оставить одну черешню на мали на маленькую деревце привить то получается не росла черешня а карты карлик растет из черешня получается около четырех метров высотой то есть легко обрабатывать она в рост не идет вот так вот все спасибо за внимание спасибо за внимание